Всех приветствую на канале для пострадавших от психотеррора. С вами я, Андрей Шутов. И у нас очередная пострадавшая от этого страшного явления. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, изложите свою историю. Здравствуйте, меня зовут Надежда Веритошенко. Я из России, но проживаю на данный момент в Испании, в городе Желом. Здесь уже нахожусь в этом городе 9 лет. И недавно обнаружила именно то, что... Я сначала думала, что это глупости какие-то там, я не знаю, паранойя, что-то вроде этого. Но нет, уже убедилась в том, что это никакая не паранойя. Тем более в одноклассниках нашла людей, которые тоже от этого страдают. Ну, вот я живу в семье миллионеров. Ну, изначально я не понравилась их отцу. Ну, отцу моего жениха. Вот 9 лет назад, с того времени, как он меня не клинил, он начал искать всякие возможности избавиться от меня. Ну, и за 9 лет, как этот город небольшой, здесь, естественно, все все знали. Я ничего не знала, я никого не знала. Ну, и на меня вот началась такая психологическая атака. Сначала вот люди просто не преследовали, ну, естественно, когда много денег, это проявляется какая-то зависть, что ли, как я поняла. Сначала я это воспринимала, как просто зависть, что люди просто преследуют меня в магазинах, там, ну, везде ходили, комментировали, там, смотрели, как-то неприятно. Ну, я это воспринимала просто как зависть. Потом, ну, вот, 5 лет прошло, и я начала слышать, вот, голоса. Ну, вот, именно, вот, голоса, которые комментировали, все комментировали, это, там, мужчина, молодая девушка и женщина, вот, так вот, просто стихо-голос, сколько я понимаю. Вот. Ну, и вот они, у меня сложный период начался, у меня жених мой оставил беременной, ну, это все было манипулированное. Я его отцом. Вот. Ну, и в итоге, вот эти вот голоса, они сначала просто комментировали мои действия, вот, ну, чтобы я там не делала, я так-таки одна осталась. Они появились, но они появились незадолго до того, как он ушел. Вот он ушел где-то вот в течение месяца. Я их слышала, потому, когда осталась одна беременная, ну, меня сначала начали проблемами, судами, я ребенка потеряла. Ой, ну, и вообще, чуть с ума не сошла. Тем более, эти голоса еще рядом были постоянно. Ну, и вот сейчас дошло до того, что я не спать не могу. Жених мой вернулся. История вообще, ну, я в Одноклассниках описала там, я выложила на своей страничке там три текста, в которых я объясняю все. Это очень долгая история, 9 лет как-никак. Вот, а сейчас дошло до того, что люди на улице настроены очень агрессивно, потому, что все эти оскорбления и унижения, я как бы там не открикивалась там, не матами. Ну, и, естественно, извиняюсь за такие рассказы, я напивалась. Естественно, все это выливалось в такие истерические, истерическое. Надеюсь, вы понимаете, что я действительно думала, что я немножко с ума сошла. Ну, и также я подозревала, что где-то, вот прям интуиция у меня была, что где-то или в соседней квартире вот есть какая-то аппаратура. Вот, я подозревала, ну, так как в интернете мы говорили о разных вещах, я подозревала, я думала сначала, что это просто камеры понабешали, и через камеру за мной наблюдают. Я там заклеила все в квартире, там где места подозрительные. Вот, ладно, это я все пропущу, у меня там в одноклассниках на моей страничке, вы можете посмотреть, я там все описала, но я не описала, а вот это именно о психотероле, потому что я не хотела выглядеть, вот как-то сумасшедший, прям, не хотела выглядеть. А с тех пор, как нашла в одноклассниках людей, которые тоже страдают от этого, я поняла, что лучше, скорее всего, рассказывать, потому что меня заставляют умереть, меня так же хотят сжечь, потому что я, когда потеряла ребенка, и все это на меня свалилось, я просто прокляла их. А так как я в Испании, тут, не знаю, другой менталитет, и вот они меня приняли за ведьму, и сейчас дошло до того, что они меня хотят сжечь. И вот эти вот люди, которые занимаются психотеррором, они их поддерживают, направляют, как я поняла. Все дошло уже до того, что они действительно заставляют меня умереть. Кстати, насчет у них я не сомневаюсь, потому что перед тем, как заснуть, у меня щелчки такие сильные, такой вот щелчок, перед тем, как провалиться в сон, происходит такой сильный щелчок. Ну, прям по всему телу, что такое, как удар, или, не знаю, какое-то жужжание, там, что-то они делают, ну, не знаю, страшная вещь, но я их постоянно слышу, они постоянно говорят. Это не то, что вы паранойные, паранойные, это прям, я бы сказала, диалекты. Я так же мысленно им отвечаю, они, ну, ну, прям диалекты. Не знаю, может быть, у кого-то тоже это есть. Вот, и дело дошло до того, что они заставляют умереть, и я уже, не знаю, люди на улице тоже настроены агрессивно. Просто я сейчас все рассказываю, я же говорю, на страничке у себя в одноклассниках выложила. Так как я одна здесь нахожусь, в этом городе у меня нет ни друзей, никого, как говорится, где есть деньги, у меня-то денег нет. Я просто живу возле денег. А вот, все вылилось на меня. Вот они заставляют меня покончить с собой, или угрожают убийцам в разных формах. И на новом адресе, вот, куда я переехала, эти люди, видимо, тоже переехали в этот дом, так как этот дом принадлежит отцу моего жениха. И вот в домах, которые я строил он, вот эти вот, те же самые голоса меня преследуют. Именно вот в этих домах. Ну, вот такая вот у меня история. Они меня заставляют покончить с собой. И они постоянно, они 24 часа со мной. Они вот постоянно разговаривают, постоянно комментируют мои действия. Они комментируют мои мысли. Или у меня мысли какие-то вообще дико-неприятные. Не знаю, не знаю, как вам объяснить. Ну, вот такая вот история. Скажите, пожалуйста, я хочу вот позадавать некоторые вопросы. Да, вот так лучше с вопросами. Скажите, пожалуйста, как вы познакомились с этим испанцем, с мужем? Он мне не муж, нам так и не дали. Нам так и не дали. Я познакомилась с ним. Ой, ну это вообще будет история, конечно, сложная. Но я в одноклассниках писала. Так что терять, в принципе, уже нечего. Заставляют умереть. Ну, вот я занималась экскортом. У меня в Барселоне произошли проблемы. И мне пришлось приехать в Жероно. Я думала, что скроюсь от знакомых там. И занялась экскортом. Интимом. И там мы и познакомились. Познакомились не для того, чтобы там создать семью. Но мне просто так получилось, что он действительно полюбил меня. И я не хочу выглядеть банально. Я и так чувствую себя очень глупо. Ну, вот завязались у нас отношения. Он меня действительно любит. Как бы его не манипулировали. Он меня действительно любит. Я на самом деле хочу вернуться в Россию уже давно. У меня нет вообще никакой возможности. Его отец сделал так, что у меня ни разу не прописали в одной квартире. Естественно, он меня не принимает. Но я все-таки человек. Даже не знаю. Скажите, пожалуйста, а кем является отец этого молодого человека? Он является предпринимателем. У него очень много денег. В какой сфере этот человек работает? Организации продажи машин, конструкции. Дома стоят. Ясно. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот эти люди, они вообще, в какой категории они относятся? Чего им надо? Неужели они из-за этого, из-за того, что вы как бы проблема, да, кость в горле у этого человека, хотят вас изуродовать? Неужели? Ну вот они заблокировали в Одноклассниках, я не могу писать сообщения больше. Вот с тех пор, как я начала писать, вот историю моей жизни. Ну я сначала начинала писать, объяснила, что как книгу, так как мне угрожали о том, что если я буду рассказывать, то я не могу использовать имена, я сначала сказала, что пишу книгу. Ну там немножко изменила имена, но история это полностью моя там, я не ворола, ни одного слова не придумывала там, все написала. Это понятно, мы сейчас говорим, в аудиотиапазоне нам важна информация, понимаете? вашу страницу, возможно, никто никогда не увидит. Почему? Ну, не знаю. Заблокировал? Ну, возможно, сейчас уже смс может не могу. Я хочу спросить, это человек, каких он нравов, вот этот отец его, нам важно понять, психотип человека, чем он занимается вообще, кто он по национальности может быть, кто этот человек вообще? Вы с ним общались? Он испанец, да, конечно, мы с ним познакомились, в семье он меня не принял. Почему? Почему? По какой причине? В глазах не сказал? В глаза не сказал ничего, он всегда так типа хорошо ко мне относился, но за глазами мне постоянно поступала информация, что он ищет людей, которые бы помогли ему от меня избавиться. Брат моего жениха ему сказал, что отец ищет кто-нибудь помочь ему. Очень интересный, очень подход семьянина. А он что, в глаза не мог сказать, что я не принимаю вас в семью, вы должны покинуть? Нет, он такой вот ложивый. Очень странное поведение с точки зрения мужчины, да, я удивлен. Вот, поэтому, ну, раньше, знаете, у нас я русский человек, да, во всяком случае, я белорус. Я скажу так, у нас как берут женок, да, у нас приходит к батьке, как бы свататься, молодой человек, и говорит, батька, дашь женку или нет? И батька решает, отдам я дочь или нет. Вот это правильно, а здесь что-то, как-то, что-то нечисто. Меня, я удивляю, удивляют, удивляют меня методы, вот как этот, ну, это фашизм, естественно, да, над девушкой, влиятельного человека, который имеет на своих руках. Его свин очень сильно меня любит. понятно. Он не хочет, чтобы я не работаю, искала ничего. А вы пытались поговорить с молодым человеком? Я пыталась, я говорила, я говорила, что, возможно, уже доходил разговор до того, что, может быть, ее все-таки найти другую девушку. Я пыталась, чтобы меня отпустили в Россию, он ничего об этом слышать не хочет, он ничего в этом не понимает, не хочет вообще слышать, не понимать. Так, скорее всего, правильно. Он абсолютно не хочет понимать. Он просто хочет, чтобы я была рядом. И вот он меня любит, прям как сильно, а отец сзади придушивает. Вот такая ситуация. А сейчас уже весь город против меня. Скажите, пожалуйста, голоса все операторов были на каком языке? На испанском. На русском языке не было ни единого голоса. По-моему, по-моему, есть. Я, кстати, видела двух девушек, заходила одна испанка, другая славянская внешность. Я думаю, это они и есть, потому что, с русского тоже переводят местами. Мысли на русском они тоже поперекают. А куда заходили? Люди мы там заходили в подъезд. Мы в подъезде встретились, и они как, по глазам было видно, что, ну, знаете, когда встречаешься в подъезде с людьми, они просто проходят им, здрасте, здрасте. А эти как будто не ожидали меня увидеть, такие замялись, задергались, так вот как-то нервно они себя повели. А эти люди, куда они шли, в соседнюю квартиру или как? Они поднялись по лестнице, а я вышла из подъезда. Ага. Ну, я очень притянула на них, как-то странно, у нас они не живут в подъезде, и я бы не сказала, что и в гости так прийти, славянки, не в кому-то. Сразу после этого, как этот богатый человек вас, родственник этого молодого вашего человека, оказал на вас влияние, что произошло? Начался гангсталкинг, наверное. Что такое гангсталкинг? Гангсталкинг это психологическая травля, преследование на улице. Людей. Я вот тоже читаю, что он просто не хотел от огласки, ничего такого, как будто он ни при чем. Он так и ведет, как будто он ни при чем, а делает все люди. И дело в том, что внизу, в новую квартиру, куда нас поселили, внизу там друзья его брата, весь подъезд как бы в курсе. Как только мы переехали, вот даже уборщицы, я тоже видеозаписи делаю, не знаю даже, в суде я проигрываю, куда мне до них с ихними деньгами. У них лучшие адвокаты, у них все лучше. Что говорят, что говорят эти люди на испанском, чего они хотят, что они вам сказали в начале, когда у вас голоса появились, как они представились вообще? Вы не помните? Они не представлялись, они просто комментировали мои действия, ну как бы, просто вроде как бы жили со мной что ли. А что вы испытывали при этом? Испытывала? Ну да, они сделали какое-то облучение. Вот облучение делают уже в этой квартире в последний. Это три года, кажется, я с ними уже. Либо два с лишним, ну почти три года я уже с ними с этими, которые, которых я слышу, это, я бы не сказала, что это сумасшествие, я действительно слышу комментарии вот там, диалектами. Происходит в вашей квартире происходит стуки этим лучом, грохот какой-то, что-то швыряют, роняют на пол эти люди, которые сверху. В прошлой квартире да. Постоянный вот такой вот стук к металлическим предметам. Я тоже это описала в моей истории в Одноклассниках. В 8.30 вот они постоянно вот такие вот монотонные постукивания над моей спальней. Я поднималась, несколько раз стучалась там и настойчиво стучала. Мне ни разу никто не открыл. Ни разу никто не открыл. 8.30 такое монотонное постукивание было каким-то металлическим тонким предметом. Я думала, что это ручка на поле. и после 11 мы прям скакали пары по потолку. Прямо так долбили ногами. А здесь у меня третий этаж это последний последний этаж. и внизу живущие вот внизу живущие у меня вот тоже вот это друзья брата его новой девушки. Они из Португалии. Вот мне кажется что они тоже что это к ним кости приходит. Девушка славянской внешности и местная. Скажите дают ли они сейчас вам жить вообще развиваться или какая форма психотеррора хочу понять они дают вам работать дают как-то жить. Нет я сейчас вообще из дома не выхожу мне угрожают мне угрожают не только они не только они угрожают мне угрожают уже дошло до того что просто люди с улицы как это люди с улицы вам угрожают они подходят к вам говорят угрозы нет я я их слышу с балкона когда выхожу покурить они уже давно не стесняются то есть они подходят под балкон и кричат вам что-то говорят и вы слышите у меня внизу парк небольшой они собираются и начинается давление угроза у меня то же самое то есть они говорят очень отчетливо слышно есть такое да это конец в детстве у вас ничего такого не было точно то есть может что-то замечали в школе там происходило что-то не так вот вас преследовал кто-то то есть сто процентов не было ничего только началось исключительно за того что вас не хочет не желает видеть отец молодого человека так сейчас в 2016 до что я прям отчетливо слышу может быть и раньше они были отчетливо украшала но там диалекты я вот слышу разговоры комментарии перемены настроения них а что говорят операторы вообще что они постоянно говорят ну вот сейчас перешли на угрозы а раньше просто комментировали я живу там что дело в том что обо мне говорят в этом городе естественно я появилась в этой семье естественно семья известная со своими проблемами не то что неспокойная семья конечно скандальная и вот тут я еще появилась но и все шишки на меня теперь теперь они хорошие а я вот сама из чаяния да я не знаю попробуйте уехать оттуда вообще скажите этому человеку я не говорю меня просто убивают ваш отец я не могу с вами больше быть молодой человек он говорит ты что меня кстати они вот прям недавно в семью типа приняли но но это все неправда они на самом тут психология идет фашизма понимаете лицемерие вот вы знаете когда политик говорит что там ой у нас допустим в россии все хорошо а на самом деле он совершил вчера теракт да как может быть все хорошо когда вчера погибло был пожар в кемерово допустим да или вчера разбился тату 134 допустим со сотней людей да на праздник какой-нибудь там в часть жертвоприношения или еще какой-то теракт был когда постройки путинская россия началась допустим взрывались дома постройки новостройки то есть когда путин пришел а он давал интервью и говорит мы найдем убийств на самом деле чьих рук это дело это организация тех людей которые наоборот пришли к власти получается эти люди лицемерно лгут это такая психология фашизма и причем я заметил при психотерроре да вот вечно такое да то есть они идут улыбаются когда когда себя убивают то есть да и они делают все так вот именно это и происходит они улыбаются подходят себе смеются пытаются с тобой дружеские отношения какие-то иметь но это убийцы то есть людям надо понять что это убийцы да не толпами ходят скрытые убийцы скрытый фашизм вот удивительно просто я как бы у вас помощи не прошу потому что мне вряд ли уже что-то поможет ни полиции ни наоборот я уже боюсь до ужасов тут исключительно помогает бог и только логика реально если только ты человек с головой то есть да ты понимаешь что у тебя есть руки-ноги ага тебе надо я уже понял что фольга тебе никакая не поможет все это хрень просто какая-то тебе поможет только реально твои ноги руки и твой ум это реально уехать где-то отпустить они меня не пропустят потому что мне напрямую говорят что там никуда ты не пойдешь тебя поймаю как животное ну это бред все на самом деле все что они говорят это просто треп вы спокойный свободный человек спокойно можете уйти и никто вам препятствовать не имеет права плюс есть общество где есть тяжелыми такими пытками и все ну вот угрожает тяжелыми пытками ну угроза это всех можно пугать это ничего что меня не там в клетку закроет как животное поймает ну это просто вы знаете мне много тоже угрожает все это ерунда это мораль лишь боль естественно но мораль это неестественно все это просто мораль мораль такова главное действие то есть вы можете я вам дам несколько совет советов вы можете уехать туда там где нет этих людей да где ваша среда возможно где есть какой-то свой дом может быть частный сектор да где нету людей там да где-то ну знаете на берегу может реки какой-нибудь и спокойно жить там да это вот как вариант если у вас есть средства либо что-то сделать для себя нет я здесь одна они мне не позволили сделать местные документы я не могу строиться на работу за 9 лет они вот они просто монотонно меня уничтожают тогда надо искать где-то помощи какого-то знакомого чтобы как-то уехать оттуда раз в дело в том мне все мне все хотят помочь но мне не получается так как приехать за мной некому я не могу выйти из дома понимаю тогда надо как-то что-то это они говорят они меня везде поймают ну то я же говорю то что они говорят это не обращаются на это внимание вы же взрослый человек до адекватно вам надо понять что вам нужно в жизни то есть что вы хотите и то есть тут решается исключительно вы что вам надо вам надо просто конкретно объяснить этому человеку до которой вас полюбил что вы находитесь в опасности если он вас любит он должен сделать м я ему объясняла это просто мамиакальная любовь такая эгоистичная нет ну просто такого же не бывает вы же поймите вы же живой человек вам надо осознать что вас убивают и если вы время потратите на это на все то вы просто будете в тюрьме и дальше знаете люди которые живут динаме у них нет чувства я сказала я понял тогда убегайте чё что он вас искать это будет или как что доделаем не в нем я не об этом говорит дело в том что на улице уже все настроены меня уже все знают за 9 лет тем более ну так переедете оттуда вот и все если у вас есть возможность если вас ничто не держит найдите на билет найдите знакомого куда вы можете переехать там или как-то еще или подругу какую-то живите на 5 лет и знакомые хотят помочь но никто на мне приехать не может а я на улицу прям риск большой риск я не могу идти на улицу я объясняю вы можете выйти на улицу это все вам навязали спокойно выйти на улицу никто вас не тронет если кто-то вас тронет он сразу же будет дело в том что какие убийства уже тоже были а что меня на улице потом навязали сзади два раза ну украли телефон я подозреваю что это все таки не воришки а то есть у вас побои уже были да меня чуть не убить а это уже меняет дело что же вы не рассказали вы еще значится много не узнали я очень много что не до сказала просто вкратце ну расскажите пожалуйста что еще бы происходило с вами давайте продлим немножко историю у меня во время травмливания у меня так же медики остановилась машина там были люди обороты главных мужчинам штанской одежде и со значками полиции так как и при прицепке это его здесь нет таких полицейских нету таких таких ходят полицейские просто внучки какие-то и вот они начали так засовывать меня запихивать в машину вот я я тогда была не в первом состоянии и вот поэтому у них был повод такой за мной следят постоянно вот это велосипед неспокойно и подъехала машина сразу появилась машина она не полицейская двум высых мужчину с этими значками и вот мы начали с ними они стали меня запихивать в машину и и я начала бороться сопротивляться в итоге меня отключили и не знаю где где была я столько времени очнулась я уже ночь в больнице связанные меня чем-то обкололи вот мы устраивали приемы холода жары мне было то холодно они то включат холодный воздух то горячий включат воздух вот чем-то укололи жидкая жидкость такая желтого первонутрового цвета мне вкололи ее вот потом пришел мой с утра жених мой пришел и они каким-то образом вытащили с него вот это вот история о том что я слышала голоса и мне поставили диагноз что я не в себе я до сих пор не понимаю каким образом он это сказал но они скорее всего умеют вытащить потому что они же знают все и вот так как я ему рассказывала кажется кажется или камеры или что я что-то слышу и вот он это подтвердил ну и меня хотят или сумасшедшую сделать или антисоциалку или что то такое вот тогда в больнице я просто постоянно кричала зала на помощь думаю поэтому меня отпустили или просто отпустили потому что знаешь что я никуда не денусь я не знаю мне кажется я не знаю что я никуда не денусь они все обо мне знают не знают что она спугана что я не знаю что делать как-то покончить с собой балкон с балкона прыгнуть ну страшно не могу это вам точно не поможет согрешить еще больше молиться много молиться как могу правильно правильно только бог здесь поможет вы верующий человек да я верующий человек я не крещеная я из бедной семьи ну и ушлась тоже жизненная ситуация у меня семья мы относились к культуре хорошая семья была но после перестройки вот это когда все произошло перестройка приватизация они у меня пить начали я в детстве ушла из дома ну и вот как бы я всю жизнь одна я думаю может быть это тоже связано с моей семьей потому что люди которые относились к культуре на них тоже оказывали давление я я вам посоветую идите в храм обратитесь к хорошему батюшке комнате поищите и креститесь бог вам даст спасение я пыталась здесь я пошла в церковь здесь баптийская не баптийская а как он называется ну румынская церковь я вам объясняю еще раз вам не надо принимать от другой церкви крещения вам надо принять от православной церкви крещения это будет очищение церковь тоже православная какая румынская не знаю если она православная вы зайдите и спросите у вас же православный храм я заходила православные там все они тоже на русском что-то там кают молитвы вот я заходила но дело в том что после того как после разговора с батюшкой мы долго разговаривали я вышла оттуда и уже стемнело я спросила у него куда идти он мне пока куда идти в какую-нибудь кафетерию в кафешку чтобы оттуда вызвать такси так как район мне абсолютно не знаком и уже темно было я спросила у него куда мне показал в другую сторону вообще я ушла вообще в непонятную вглубь какую-то я не поняла этого действия батюшки и когда я ушла долго шла вообще так жутко было одни каблуки каблучки такие звук такой вот эхо такого каблучков и тишина кругом и сзади выруливала машина и осветила мою тень на стену дома и вот вовремя выехала эта машина потому что по тени я поняла что прям сзади ко мне кто-то бегом тихонечко подкрался я отпрыгнула и меня пробежала вот именно румынец и мне кажется что это вот батюшка этим связано он меня отправил в какую-то другую сторону хотя в такси мне сказали что кофе прямо напротив этой церкви это не церковь такое в здании там помещение в здании они там ну сделали церковь в здании и вот переходишь прямо напротив кафетерии а батюшка меня отправил в другую сторону ну хочу сказать там тоже есть подставные люди которые служат этой системе вот значит вам надо будет найти другой храм другой храм и там покреститься вот сразу прийти и сказать я хочу креститься когда мне прийти к вам и так далее пообщаться там если нормальный человек и просто принять крещение вас просто дьявол пытается то есть уничтожить сейчас да уж вот что такое попасть в лапы к мамонне а мамонна это день демон который которому принадлежат богатство ужас ну да видимо по всему потому что у его отца там на фазенде в домах все именно в этих картинах в каких именно он ну вот такого рода о которых вы говорите там заходишь сразу большая картина где голая женщина какая темная неприятная квартира картина огромная и там голая женщина с коровей головой чего искать шевельники или что такое темное сзади такой сатанист оказывается ужас да да и на втором этаже тоже такое в конце коридора огромное где вот этот вот мамон сидеть и судить всех людей сверху как бог что город такой как судья понятно то есть это делал поклонник какой-то у меня в квартире чтобы он не догадался о чем я разговариваю у меня жених тут рядом бегает он с кошками играет а так он с вами еще живет да так сейчас живет со мной но отношения до сих пор я не на он со мной он собирается налаживать я же говорю ему все равно ему главное чтоб я здесь была но у нас отношения он вообще он вообще он адекватный человек видимо всего нет а он русский язык понимает может быть мне если говорить нет он не понимает язык а как вы с ним общаетесь я говорю на испанском не знаю что сделать ужас то есть короче короче я доверяю все понял мне послушали мне прям легче а когда вот это вот одна все переживаешь он меня слышать ты не хочет я не могу я вам так скажу как человек понимающий знающий если вы останетесь с этим человеком могила то есть я знаю фишка в том что этот человек будет жить нормально то ему то по барабану да он будет кайфовать кайфовать жить там другом вот а этот папаша будет на вас ставить эти эксперименты вы попали в руки к сатанистам поймите да где богатство там сатана вам сейчас одно первое что я вам посоветую креститесь в церкви православной эти куда-нибудь другой город как когда-нибудь со временем желательно пораньше чем раньше тем лучше причаститесь покайтесь в этих грехах скажите священнику что я совершила очень страшный грех предалась из-за денег попала каким-то сатанистам вот покайтесь в этом грехе нет я к ним из-за денег не попадала дело в том что вы их не сын усыновлен нашей истории может быть это вообще он тоже был очень одинок может быть это вообще иллюминаты какие-то неизвестные раз они очень богаты вот то есть не просто сатанисты да потому что ну я вот я понимаю о чем говорю ну и вы понимаете о чем говорить и вам надо найти как-то выход из не забывается просто бежать понимаете если вы останетесь такой ситуации вы будете мучиться всю жизнь дело тут не в любви ни в чем дело здесь уже в выживании потому что этому человеку молодому вашему ему наплевать на вас он просто с вами ради свои удовлетворения своих каких-то потребностях чувства да я так и поняла что он просто нет он не удовлетворяется ну как бы можно оболган вот этой же технология может быть и на него тоже на него может быть тоже влияют да то есть это подозревая вот потому что он как какого слепой глухой вообще абсолютно но он не слышит не интересуется а чем он занимается вообще по жизни прям при нем мы сидим на балконе курим прям при нем они это делают смех он ничего не слышит это понятно он сидит насти вообще разбирается ну как бы так технологиях там как бы на современном сленге общаться вот не пытаюсь ему вообще объяснить вот ты знаешь я со мной происходит так такие ужасные вещи там допустим вот я не могу тебе доказать это ну пойми мне сейчас угро моей жизни угрожает опасность я не знаю что со мной происходит но так то так я и плакала уже и были такие случаи случаи когда очень сильно так происходило мне действительно было страшно со мной не пойми что произойдет я прям боялась у меня слезы а он как бы тут получает от этого удовольствие жалеет ничего не будет куклу всего и клеток мы добавим вы возможно может быть может быть он причастен к этому но вы не замечали такого что ну как бы что а то что он делает то что они говорят это я уже замечала он прям активно делает то что они ему говорят они захотели сегодня чтобы он не устроил он не устраивает и вот как он сидит со мной на на выходные там никуда не выходит ну прям подарок спокойно ничего а вот стоит с ними недолго побыть иногда приходит в глаза красный злой недавно он выбил стекло рукой так он тоже под влиянием оказывается то есть я так понял что подождите меня на такую еще еще понять то есть этот человек который заказал вас получается его папаша оказывается он не родной ему папаша получается нет и я же говорю изначально когда мы познакомились мой жених очень страдал от него а как странно его не его недолюбливали его брата любили а брат а брат у него родной извиняюсь еще раз перебить перевешено перебиваю а брат у него родной или как обоих усыновили обоих усыновили обоих усыновили то есть да а я вам скажу больше это походу иллюминат просто у них нет отношений как братских они я бы сказала у них мало есть что я вам скажу послушайте меня что я вам скажу как человек понимающий вы попали в страшную ситуацию вы попали да я знаю к сатанисту который манипулирует людьми он по усыновленно я знаю каких-то людей у него власть возможно он как он весь город манипулирует я говорю возможно этому я не выхожу из дома вы послушайте меня дать это сказать возможно он место сатанинские творить ночью а утром он добренький папаша да такой типа так и есть так вот я же говорю что такой влиятельный сатанист у меня в жизни то же самое приключилось кстати просто моя мать она глупость как и есть просто я просто я не называю вещи своими именами жалко меня запугали уже достаточно очень жалко я уже знаете атрофирована смотрите если вы оттуда вы не сбегите как из террористического концлагеря вы просто погибнете мне кажется я знаю он взял этих людей чтобы хотя бы кто не знал мою историю поэтому я написала в одноклассниках этих людей получается он набрал туда к себе он набирал свою вот есть подъезд в курсе здесь весь район в курсе это новый район от нас недавно сюда и месяца 4 назад сюда поселили и прям очень сильно так и кроме снаружи и внутри со всех сторон я понял вы служите мне он набрал вот этих вот людей сатанисты берут людей как биологический биоматериал они берут устанавливают берут вы не перебивайте мне расскажу дать и они берут устанавливают людей получается детей финансируют их как проекты а потом над ними издеваются как над марионетками вот потому что сатанисты у них нету пределов их пороках пороках страдания как и есть ну вот им нравится у а почему неизвестно может быть он их убил сатанинском ритуале вот каком-нибудь понимаете он какой-нибудь гомик гомофоб какой-нибудь да кострат хрен его знает эти богатенькие ублюдки у них там свои завихрения в башке вот и мы никогда не узнаем правду а вы будете так страдать этот сынок полоумный будет вас его ну как бы сынок будет надо над вами вот такой вот степ удовлетворить вот и вы с ним просто-напросто погибнете в начале вы а потом а потом этот сынок я писала в МИД Испании я мне никто не призванивает мне уже дали понять что мне никто не поможет единственное что вам надо в ночи не в ночи я не знаю как-то смыться заказать хоть машину не знаю хоть самолет какой-то кто-то из друзей чтобы вам помочь чтобы оттуда смыться вообще уехать навсегда либо если вы там останетесь вас просто замучают до смерти вот и вы еще они же читают мои мысли они так и говорят вы поймите меня правильно я человек как знаю о чем скажу то что они говорят вы наплюйте на это разотрите вы слушайте что я вам скажу если вы оттуда вы не свалите рано или поздно вас либо мертвые найдут тут у конечно потому что у этих людей огромное количество денег либо что-то не дай бог случится что они просто не хотят это делать своими руками не то что не хотят просто они с вами играются это сатанисты им нравится садомия садизм понимаете они садисты там психически нормальные люди и поймите эти эти люди возможно они может быть даже и не знают но потом в конце концов когда они поймут они могут вот это тот вот молодой человек он может взять хлеба не крест он может взять нож и как говорится сделать из-за денег лучше было на грани а вот из-за денег так что я вам говорю сейчас по существу если вы оттуда вы не свалите не сбегите это очень плохо для вас закончится а еще плюс вам надо еще креститься вы не крещеный человек у вас нет никакой защиты святого духа а это что значит для бесов вы свободны почему у меня не помогает я чувствую помощь ну чувствую не чувствую но крещение это как господь говорил крестить буду помогать а когда святого духа нет человеком это страшно просто дьявол может делать с ним все что хочешь стрелу кидает демонист сатанист и стрела летит прямо в вас и что вы сделаете на вас нет крещения у вас нет ангелов рано certo с вами нет он не но надо креститься во первых потом оттуда увалить молиться бога потом чтобы дал вам путь свалить только то прошу прощения у бога willst не начнем hold you like надо просить вам прощения поймись бог вас простит бог все прощающего главное пока отсо и молись бога о том чтобы дал вам путь вниз пусть пусть разные простит он вас если вы стреляете а вам надо поп després пасс интересно чтобы он вам дал дорогу человека которого спасет на вертолете на самолете на машине приедет спасет разные если даст вам такого человека поймите поверьте мне это возможно если вы будете бездействовать однажды случится не в непредсказуемые вещи потому что эти богатенькие люди они психически там больные они могут все что хочешь сделать так что у вас еще и я покрывает такой вот мне проклятие коммуны вроде бумеранга это ерунда я говорю о реальности о вашей жизни вам надо креститься мылись бога о пощаде чтобы он вас пощадил этой ситуации чтобы он дал путь спасения это естественно для вас у меня нет возможности надо найти возможность смело действуйте простите бога чтобы он вам дал путь слепой тьме в этой вот чтобы он вас вывел как-то и он даст вам путь если вы будете думать что у вас нету возможности то всю жизнь просидите в этой квартире поверьте я знаю чего мы говорим есть возможность у вас вам просто надо действовать продумать план как-то что-то и может кому-то позвонить с кем-то выйти встретиться и так далее и рассказать все это что с вами происходит я не могу никому доверять есть разные люди есть люди такие как я к кому можно доверять поверьте которые вам смогут помочь спокойно тем более вы девушка тем более вы женщина вам сильный человек должен найдется сильный человек который сможет вам помочь к слабому существу которое создано по образу и подобию божьему да вы же женщина может быть с кем-то познакомьтесь я не знаю у вас должен найти найтись выход если вы будете сложа руки сидеть слушать этих гармонистов да что они там транзят вам вы так они добьются чего не хотят это психология их убийц этих за это им платят деньги они уже объяснили они сказали сегодня вот когда я пыталась с вами связаться они мне сказали говорит все ну потому что я уже мысленно продумала что вам расскажу это то все кем занимается психооператоры они все поканчиваются заканчивают жизнь самоубийством никуда не денешься но я своим все операторам объяснил что они обломались то есть жизнь самоубийством заканчивается не собираюсь пускай купит себе чупа-чупсы подсмольчик подсмолчит его если они хотят дальше меня получают тратить время ради бога пускай смолчит дальше чупа-чупс я вам объясняю что он делать в реальности вы послушайте у меня вы свободный человек среди бела дня вы можете выйти на улицу идти куда хотите поверьте сделать все это никто вас не остановит никому как у меня будет происходить хорошо я буду держать в курсе что у меня будет происходить можете держать в курсе меня но смысл в том что в реальности найдите выход если бы я был в испании в это я бы с вами допустим встретился как-то вам не знаю провел даю репорта то может быть у вас родственники из россии и посадил вас на самолеты спокойно с божьей помощью да я знаю что я ничего не боюсь тем более каких-то людей них бояться нечего что всего лишь хотя количестве денег которым я говорю и кто они вообще что не с любого самолета даже москве сниму я понимаю но может быть они вам просто угрожают поймите с любого в москве самолета но еще дальше ну если это общество но и закричать можно сказать что вы что террористы во что на телефон снять мешок милицию вызвать и еще поймите вы человек в полном праве понимаете вас никто вправе правах не ограничил поймите вас запугали вы можете это сделать просто вы боитесь может быть смеял же еще еще чего-то я я просто характерный человек но как-то я себе не особо берегла вот теперь когда что-то вроде такого проснулась я осознала что происходит я конечно шоке пора заканчивается игры с богатенькими сатанистами и браться за ум восстанавливают свою во первых это крещение если вы не крестите будет все намного хуже поверьте когда человеком нет святого духа и ангела хранится это очень плохо для него он ходит буквально без защиты голая душа что вы можете голой душой сделать в этом мире с это в страшном сатанинском мире вы увидели этот мир скрытый от наших глаз вы просто ужасно когда душа обязана без ангела хранится с сатанисты сатанисты пользуются этим только так так что вам надо искать мне очень сильные энергии я довольно таки сильный человек но просто не пытается сломать но где-то с недели я была очень напуганная у меня получилось но теперь уже больше не получится поверьте любую сила, когда молитесь это прям приливает все дает阿министрию я прямо так что когда молюсь и мне кажется просто лучше становится вот эта силу дает Господь вам вы сильным человеком быть не можете никто тут не силен никто тут не благ никто тут не свят все дает исключительно Господь запомните это исключительно по молитвам это супергерои только по телевизору а тут мы все люди и мы грешные и буквально Бог может нас прибрать к рукам буквально за секунду и человек просто скончается и он пойдет туда куда Бог ему пропишет понимаете поэтому у вас еще время есть я говорю что вам делать никого не слушайте из этих испанцев там полу покера сидят какие нибудь чушь несут всякого а вы на это ведете если были покушения на здоровье на ваше на это самое а как это случилось подправливает у меня я вообще не аллергик у меня в предыдущей квартире было что-то страшное я проснула за колодом у меня опухшее лицо прям так опухшее как будто я перестаралась с ботоксом у меня прям прям нижние губы ужас просто был я сняла на телефон чуть позже показала медь это что такое могла умереть вот такая вот сильная аллергическая реакция была сначала верхняя часть тела потом нижняя часть тела я хотел хотел сказать спросить вас досконально объяснить пожалуйста какое время произошло на вас покушение на вашу жизнь когда вас пытались ударить ну вот в предыдущем вот эта вот аллергическая реакция такая сильная ну по-моему не знаю отравление было какое-то чем-то это у меня было два года назад вы опишите эту ситуацию пожалуйста как это случилось я же говорю я проснулась утром и мне кажется они используют моего жениха в этих целях не знаю там что-то как они его в этом убеждают но я подозревала я подозревала я постоянно до сих пор подозреваю что это с ним связано что он им помог в этом потому что у меня нет никакой аллергии я как-то проснулась и он тоже проснулся и проходя мимо кровати ну выходя из комнаты он так посмотрел на меня и ничего не сказал как будто знал заранее что это произойдет ничего не сказал а я вот чувствую что у меня что-то не то с лицом от зеркала подошла я так испугалась там вообще было не я там опухший такой вот прям губы такие прям огромные я понял над вами просто издеваются да я хотел спросить а вот такой был как у провинившийся ребенка он промолчал он частенько когда он что-нибудь наделает что-нибудь сделает плохое у него взгляд как у ребенка про не провинившегося и молчит ничего не говорит понятие также птичку придушил кого птица у меня тут была я подобрала птенца выхаживала он такой ручной прям был добрый на руках сидел воробейный маленький был он упал с крыши и вот и я его оставила выкармливать а он оказывается летать перестал ну просто ему нравилось сидеть в руке он легко шел к людям в любые руки и такой маленький теннис усвоился прям действительно я никогда не видел птиц которые любят людей настолько они с ним можно было гулять он просто сидит на плече и все даже бежать можно он сидит на плече никуда не девается в этой улике делает он там живут придушил за что ну не знаю я я посчитала что из ревности чтобы там причины как или в нем есть такой он когда ревнует он может обидеть мою кошку но это его кошки и просто на его на не на его имя всего все записано на воспитывай я вам там кошка бежок они маленькие были есть на такую цепь не садистическая штука но это дышал именно в таких вот в зверких вещах что они там полумертвы а птичку вот придушу но он где он ну смотрите я же говорю смотрите не дай бы же не даже господи чтобы не придушил вас вот знаю знаю он когда злится прям сочувствую да что творится в нашем мире что творится в нашем мире ужасно просто такое у нас новый мир с новыми порядками вы извините я не я говорю не хочу вас пугать конечно извините конечно но все к этому я смотрю идет что выбор из 5 детей знаю что они просто там чтобы его отец мне создал какую-нибудь антисоциальную ситуацию я нигде не работаю нигде не прописано мне насчет вопросов или прописок вот я 9 лет ничем не занимаюсь какой-то меня я я никто извините меня никак вот что они делают ну это с точки зрения таких ублюдков только а вы человеку наверное меня соседи специально записывать меня провоцирует меня очень сильно обижают меня доведут вот снизу соседи они постоянно очень сильно оскорбляют обижают вот они тоже они постоянно этом ванну зайду вот они слышат они внизу живут в испании постройки они очень тонкие летние постройки здесь слышимость очень хорошая ну и вот меня специально здесь доводят для того чтобы я срывалась и вот когда я сорвусь меня записывают я знаю прекрасно если они не убьют то посадят меня а там уже убьют это я все прекрасно знаю я просто вам рассказываю потому что мне нужно высказать очень нужно я вам расскажу чтобы вы знаете что происходит здесь такие вещи тоже я знаю о этих новых порядках я знаю я и раньше вот в ютубе знаете возможно ваши ролики видела там или еще что-то недавно в одноклассниках поговорила вот с людям переписывалась да действительно я не сумасшедшая это действительно происходит и вот сейчас у меня все вот объяснение всему тому что происходит благодаря тем людям с которым я в одноклассниках в одноклассниках переписывалась и вдруг вот у меня там в одноклассниках есть один над которым была вот они использовалась вот эта вот программа я в друзья добавила одного человека и в его истории он там описывает что тоже его программа что использовали в тюрьме его он там был телохранителем он тоже против путина он выступает вечно организовывается там и вот его друзья добавила у него история очень похожая с моей но как читая конечно думаешь если бы со мной тоже самое происходило я действительно подумала что это со мной это происходит вас будет вас будет сковывать страх страх это однозначно я уже я уже это пережила я уже поняла как я больше не собираюсь на него реагировать ну да вас будет сковывать только страх вот и все я знаю точно вы свободны абсолютно человека ни единый человек не вправе вам препятствовать вы даже вот этого вы человека они в тюрьме использовали вот это вот я уверен вы можете нафиг послать того человека с которым вы живете сказать все до свидания и ухаживать и все и уйти просто это дело вас только вы просто жалко было а теперь уже я понимаю что жалко сидите ждите чего-то что чего не знаю я конечно надеюсь на чудо ну то есть говорю только простите бога молите о том что вас помиловал дал вам путь спасения в принципе все что или вы что-то еще хотите добавить все что я могу посоветовать добавить в принципе уже ничего вроде сами уже поняли что это происходит тогда спасибо за общение спасибо что дали интервью послушали спасибо 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 Продолжение следует...